Попробуй, Макс. Нормально? Твердое дно? Пройдем? Твердое дно, конечно, пройдем. Что, Максим, как ощущения вообще? и начали всем привет и сегодня у нас в обзоре супер тачка я всегда говорю что у нас супер тачка на сегодня действительно у нас просто мега тачка и пока мы сюда ехали сюда она уже показала свои возможности и выдернула двух с половиной тонного сафарика и встречайте форестер а и и и и и и я хочу делать и вот и не брать лайк и ассидан и янодича а если короче просела у такие фишки просто народом начинает ты бы хоть сначала поинтересовался да ты уже снимаешь до Это, типа, бэкстейджерство идет, да. И, короче, итак, ребят, всем привет. У нас сегодня Forrester 2008 года SH5. 2008 год SH5, 230 лошадей. Хозяин говорил в городе, что 260, но пока доехали отсюда, стоял 230. 2 литра, 2.0 турбо. Покажем, да, как его открывается. Давай я сам открою его. Не-не, ты не лезь, не лезь в кадр, ты сейчас испугается, народ просто. Итак, вы хоть раз видели такого форика? 10 сантиметров, 10 сантиметров лифта, честного лифта. Подушки оторваны от лонжеронов, подушки двигателя, я имею ввиду, подушки двигателя. Тачка используется на оффроуде, причем на таком реальном, конкретном сахалинском оффроуде. Установлен шноркель, вы не поверите, от чего? От Pajero 2. От терминатора? Как я угадал, потому что у меня был терминатор, я вижу этот вырез, и просто от терминатора установлен шноркель, это вот такая штука. Сейчас скрою капота и покажу, сколько там колхоза, но этот колхоз реально едет. Мы сегодня в этом убедились, и сафари, вот у меня во всех выпусках, как это, камнем преткновения был Wrangler. Я всегда говорил, что Wrangler не едет, и вы обижались. С этого выпуска сафари не едет. Сафари не едет, Forester, вот такая тачка. Давай, откроем капот, сейчас покажу быстренько. Так. От Хайса, да? Таунайс. Таунайс. Итак, собственно, что же у нас под капотом, ребята? У нас под капотом расположился 205-й еж, 205-й еж, который уже 7 лет слушает веру и правду человеку и не стучит. Это очень многое. Значит, есть такая присказка, что если утром субаристы не проверили масло, значит, с тачкой стучится. Масло часто проверяешь? Нет. Вообще не проверяешь. И хоть раз менял за 7 лет, нет? Или там тина, жижа, вот это все, нет? Ладно. В общем, хозяин говорит честно, что за 7 лет владения Forester, 4 года ты, наверное, его уже поднимаешь, задираешь, тюнишь. Сначала было 4 сантиметра, потом 6, все мало-мало-мало, и на лето у тебя стоит 31-й Wrangler Kevlar, да? Вот. Но никуда не деться от гоночной классики, поэтому у нас тут стоит распорка между стойками, распорка. Интеркулер фронтальный не собираешься вешать? И можно толкать лед, вот как мы сегодня видели. Вот. В общем, суть какая? Немножко колхоз. Смотри. От Таунайса стоит у нас коробка воздушного фильтра. Бачок воздушного фильтра. Все потому, что на Forester изначально коробка сделана неудачно, и туда не получилось бы приколхозить шноркель. Правильно? Правильно. Что еще? Самый плюс субаровского мотора для оффроуда, как я считаю, это что генератор вынесен наверх. То есть ты его не замочишь, ничего с ним не произойдет, его не зальет тиной и так далее. Но, так как тачка действительно используется в покатушках, здесь видно, да? Что моторчик грязный, но это ничего страшного, да? Правильно? Правильно. Вот. По свечам тоже, мне кажется, очень хорошо. Свечи располагаются по бокам, поэтому если их заливает, сразу вода стекает. Ну да. Да, 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 да. Вот. Что еще? Установлен алюминиевый радиатор. Радиатор, по-любому, у тебя уже треснул, да? Сразу шел такой? От японца достался? А, и ты просто поменял на алюминиевый. Зачет? Вот. Я здесь тебе косячок сейчас исправлю, потом пятерку закинешь на карту. Хорошо? Смотри, я поставил. Вот если тебя не увидел, ты бы потерял по дороге. Капот. Что касается капота. Капот алюминиевый, я бы сказал, но я не могу понять, потому что он стоит у нас на подпорах, да? Алюминиевый? Ну, по-любому, алюминиевый. Если это, если это XT комплектация, да? По-любому, алюминиевый капот. Вот. И, собственно, под капотом больше не надо смотреть на это. Этот моторчик у нас выдает 230 лошадиных сил. Если его бустапнуть, мне кажется, он 260 выдаст по-любому. Есть комплектация 260, да? 205-го мотора. Вот. В общем, можно было пойти по пути наименьшего сопротивления и сделать... Капот, кстати, закрывается. Смотри, да? Не то, что на лейке. Вот. Можно было пойти по пути наименьшего сопротивления и сделать из этой тачки какой-нибудь вот этот диван, который едет, низкий такой, бублит, жужжит. Ну, на 300 лошадей, может быть, едет. Но! Хозяин выбрал ему другое предназначение, прокатившись первый раз на Великан, да? У нас есть мыс на Великан, на Сахалине. Так вот, туда ездят обычно подготовленные джипы. Кстати, с этого года туда даже короллы проезжают. Я не знаю почему, как они это делают, но последний раз, когда я был на Великане, я туда ездил с Максом, кстати. И мы там посадили финика. Да? Да, жестко его посадили, потом его тянули 2 часа. Он примерно как сейчас. Ну, да, за 5 минут выехали, да. Вот. Собственно, что еще было доработано? Для того, чтобы вам поднять Форестера на 10 дюймов и ездить на 10 сантиметров, и ездить на нем куда угодно и как угодно, вам нужно первое обрезать бампер. Я не знаю, зачем ты это сделал. Вот, правда. Он терся, он везде, да? Он цеплял. А, он как парашют работал грязевой, да? В общем, по-любому нужно обрезать бампер. Вот это вот выглядит очень классно. Здесь по-хорошему нужно бы установить защиту, потому что коллектор выпускной висит низко и, ну, я так считаю, ну, это я так считаю, я так считаю. Это не панацея. Вот, ребят, собственно, эта тачка была в таких хороших, сильных оффроудных условиях, и она была протестена. И ты собираешься сюда ставить лебедку. Все правильно, все правильно. Когда-нибудь, потому что сафарики часто застревают, и их нужно выдергивать, понимаешь? И лучше это сделать лебедкой. Вот. Что еще менялось в тачке? Еще менялось в тачке, насколько я понимаю, ты переваривал крабы, да? Передние. Передние крабы переваривал. Да, 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 да. Вот. Расширители арок устанавливал сам, резиновые. Подножки зачем, скажи честно? Резина. Вот. Когда появляется в жизни мужчина-жена, он автоматически перестает, перестает идти к своей цели и делает все для жены. То есть, в данном виде у нас, в данной тачке у нас установлены подножки для комфорта, да? При посадке и высадке, да, жены. Вот. На самом деле, очень странное ощущение, ребят, когда сидишь в салоне, ты понимаешь, что едешь на форике. Вот мы сейчас отсюда ехали по небольшим буеракам, и у меня подсознательно, психологически складывается, да, вот такое впечатление, что мы едем на Форестере, мы сейчас что-нибудь сыпанем где-нибудь. А Дёс ехал очень даже уверенно и говорил, да чё это тут, колея, не колея. В общем, мы ехали. Слушай, как ты рассказал, то что ты не устанавливал сюда никаких блокировок дополнительных совершенно, то есть, совсем справляется электроника. Антиблокировочная система, антиблоксовочная система, всё это работает, и электроник помогает тебе ехать там, где едут джипы, да? Блин, мы сегодня на это посмотрим, обязательно покажешь. Просто у меня, когда был Субарик, я ставил на него назад два ВЛСД фирмы Куско наперед Каас, тогда ещё не было вот этого всего там, вот этих антиблокировок и так далее. Но я видел видосы, как ты едешь, поэтому сегодня протестим, у тебя нарастые ушки, ты не против? Классно. Тачка весит тонну 300. Уже 1,5. Уже 1,5 весит вот этого тонну 300. Вот. Давай немножко пройдём по боку, да? Ну, сбоку автомобиль. Итак, пройдём по боку, да, как я говорю. И, собственно, что же нужно для того, чтобы установить 31 Вранглер и Кевлар из сюда? 10 сантиметров лифта, 10 сантиметров лифта. Ты к этому пришёл, насколько я понимаю, 4 сантиметра, 6 сантиметров, 10 сантиметров и того, да? И того. А ещё будет дальше лифт, нет? Говорят, 35-ые колеса хорошо едут. Есть такая вот эта... Есть задумка, да? В общем, суть до дела. Насколько я понимаю, насколько мне рассказал Денис, в Штатах продаются комплекты для лифта Форестера. Но они стоят просто колоссальных денег, и поэтому руки помогают. В этом плане руки и, как это, кулибины наши, да, русские? Здесь установлены проставки. То есть, так как рамы на Форестере нету, и у него несущая конструкция кузова это лонжероны, передние и задние, установлены проставки. Так называемый боди лифт. Так вот, эти проставки сделаны очень грамотно. Болт-болт. Да? Вот я смотрю, это прям джиперская тема. Особенно им нравится, когда берут трубу, на неё наваривают, и вот делают болт-болт, чтобы не было жёсткого сцепления кузова рамы. Вот, мы сейчас вам покажем это всё дело, и, что самое интересное, на 31-х колёсах в экстремальных условиях не рвёт привода. То есть, вы понимаете, рвёт полуоси у джипов, рвёт привода, редуктора, а Форестер едет дальше. Гранату один раз поменял, говоришь, да? Ну, это просто потому, что смазывать периодически надо, как бы, и мне кажется, так бы она дальше ездила и ездила. Вот. Собственно, что ещё? Вот они, те самые знаменитые подножки, тоже хендмейд. Да? А к чему крепятся, если не секрет? Бонжурот. Серьёзно? То есть, они силовые, их можно... Не, не силовые. А, не силовые. Ну, ладно. Дальше. Мы видим сбоку кофр и, внимание, экспозиционный багажник с кучей дополнительного света и главной атрибутикой каждого джипера, это лопатой. Часто пользуешься этой лопатой? Периодически. Периодически пользуешься? Да. И как? Ребёнок доволен. Ребёнок? Ясно. Давай посмотрим, что в салоне у нас. Итак, что же мы имеем в салоне? В салоне, в основном, в салоне тачка осталась стоковая. У нас есть справа кнопочка engine, старт, стоп, регулировка аптитрона, зеркала и выключение антизаноса. Также, также, как и у всех уважающих себя субаристов, должен стоять датчик буста, правильно? Ну, датчик надува турбины, так будет немножко правильней. Вот. Собственно, он стоит в пиках. Сколько надувает? Я уже давно не смотрел раньше. Правильно. Ты давно не смотрел? Знаешь, почему? Потому что ты стал ездить как дедушка после того, как тачку поднял. Если бы у тебя был бы, у нас есть SF5 красный, вот там чувак только смотрит на датчик буста, понимаешь? Вот только и смотрит там, блин, 1.7, мало давануло, надо больше. И вот его мотор 205, кстати, у него 207 проходит намного меньше, чем твой. Вот. Потому что ты как дедушка ездишь. Это уже с возрастом приходит, с женой, а с детьми. Вот. Что еще в целом? Мультируль, спидометр, знакометр и больше ничего нет интересного. Ничего. Подогрев еще жоп есть. Все. А это чехлы. Чехлы. Да, чехлы. А изначально тряпка идет, да? Вот. Ну, чехлы, чехлы. Потом получается такая вот штуковина у нас есть под очки. Вот. Ну, собственно, все. По слову, все. По слову, все. Я даже не знаю, где здесь умывайка. Да вон ты поднял багажник. Вон, вон. Подними. Ха, да ладно? Вообще просто с кем связались? Не, ну подожди. Я привык, что умывайка на тачках находится спереди. То есть открываешь капот и заливаешь. А здесь это ты сам переделал. То есть... Подожди. То есть вот так вот раз сюда все это дело наливаешь. Да? Да. Ну да, в принципе, по этому же. Как это? По тех регламенту нельзя без умывайки есть. Конечно. Ну все, да. Все. А умывайка находится в багажнике. Только для вас за 5 тысяч рублей пиши в комментариях, спрашивай как, и мы скажем вам, как это сделать. Да? Заработаем на идее? Ладно, все, поехали. Слушай, а расскажи еще такой момент. Вот здесь у тебя стоит регулировка. Как это называется? Шайба. Да, Provo. Это на всех Forester такая штука есть. Да. И она, получается, отвечает за режимы работы двигателя. Педали газа. Педали газа. Регулировка и просто не заслонки. Ну, грубо говоря. И все, то есть у тебя есть, получается, три режима, да? Три? Да. Три режима. Режим эконом, режим... Спорт. Спорт и режим? Спорт шарп. Спорт шарп. Спорт шарп, это когда весь бензин улетает из бензобака в трубу, да? Хорошо. Слушай, ну где был? Где был? На нем он где был? Куда катался? Первое дело здесь на Великан. Великана был, есть в Таффе. Когда еще там не была такая хорошая взрослая сейчас. Ага. После Вестаффе был, по-моему, Черемшанский. Ты был на нем на Черемшанском? Да. И Черемшанская была Московская. Ну, Московская была прям по лайту после Черемшанской. А Черемшанская ты что? Нормально? Не, ну просто я ездил в этом году туда и как бы туда... Тяжеловато ехать. Не знаю. Я на Московскую несколько раз заезжал. Угу. Потом... Ну, Быково. Ну, там вообще была. Кстати, на Быково мы один раз пробили первую зиму по снегу. Протоптали. Основ Александровке. Интересно. Основ Александровке? Да. И, наверное, на... Кстати, еще был момент. Топтали дорогу зимой на Московскую. Я первый там. За мной ехал. Потому что он был легкий. Да. За мной ехал отцов и рейнджер. Угу. Угу. Ну, почти доптали. Стемнело мы домой. Поехали. Угу. Слушай, смотри, Саш. Обзор снимают, между прочим, на марте. Видишь? Так. Ну, давай. Куда поедем? Я не знаю способностей и возможностей твоей машины. Я сегодня видел, что он так классно дергает. Правда. Вот смотри, у нас есть слева. Буэраги. Как только он пробовал. Слева? Да. Что думаешь? Мне нравится. Слева и мы едем. Понимаешь? Не сильно. Быстро как бы вот. Да. Ага. Все. Мы вот это все проехали. Классно. Повернули сюда. Да? Да. Итак, это уже интересно. Вот это уже интересно. Слушай, ну... Вот. Вот она раскривушка. У нас левое заднее колесо висит. Слушай, ну когда мы под барханом тут переехали, я думал, что мы сейчас сядем на пузо. Вот. Ну и что? Что мы можем сделать? Давай попробуем, да? Мы висим. То есть сейчас должна сработать блокировка заднего колеса. Электроника. Да? Должна, но не обязана. Да? Ты сейчас как-то пугаешь. Давай попробуем. Вперед. Ну, давай так, чтобы сафарик просто уехал. Так, чтобы мы это... Лопата-то у тебя только одна. Вперед уже. Вперед? Ну, все, поехали вперед. Поехали. Так, ну мне, если честно, правда интересно. Ты видел, да? Как вывесилось? Ну, а спереди как бы снега немало тоже. Я там сотку видел. Мы сотку попросим, если что, дернули, да? Да там марч есть. Марч? Да. Так, ну и, собственно, что? Так, ага, ага. Смотри, реально работает. Работала. Вот так. Руль прямо поставь. Руль прямо. Ну, вот. Короче, нам говорили, что нам говорили Форестер едет и так далее. Ну, он действительно как бы едет вперед. Давай посмотрим, что будет назад, да? Угу. Смотри, он решил ехать вперед. Слушай, ну, я понимаю, я верю в это все. Это все происходит вообще. Слушай, я готов поспорить с тобой на пятихатку, что он выйдет отсюда сам без помощи лопаток. Он выйдет. Он выйдет? Ты не будешь сам спорить на пятихатку? Да тут видно, что он выйдет. Мне кажется, мы не на том ехали в поля, когда проверяли артиктраки. Смотри. Вот это да. Вот это да. Так. И. Смотри, он вообще не сдается, он просто едет вперед. ты красавчик денис давай по честному а что еще может этот малыш слушай я я если честно думал знаешь что мы сейчас будем снимать твою лопату зеленую и две руки копать ты большой я зеленый ну понемножку но вот ливен да здесь даже не что-то мне вот здесь на пузе в клиренсе да я не спорю но я впервые в живую увидел как работает электроника то есть колесо вывесилась она сначала крутилась потом ком видимо понял то что много оборотов да и он его заблокировал и ты поехал хорошо а че еще может давай попробуем чуть еще интересного я не знаю там можно все-таки в ту лужу я там не вариант да так смотри вот там я вижу интересные раскрывушки давай туда поехали почему ты меня вечно в снег загоняешь сколько там снега глубина я не знаю это будет видно нет ты встанет ты промочи ноги суши причем весь как бы такой скользкий пухляк владелец врэнглера на артик траках тридцать восьмых если ты смотришь этот обзор и ты меня видишь да и слышишь я скажу так то что я тачка нихера не едет сколько ты в нее вложил сколько там ты говорил там сколько стоимость врэнглера еще ладно не будем переходить наличности короче пацаны вот какая резина по размеру 200 давай убей меня 245 75 16 в смысле у тебя на клюгере такая стоит ты понимаешь да 245 70 на 16 против 38 артик траков и собственно вот тачка выехала сама без лебедок без ничего вот это вопрос дает до чего доходит доводят людей фетишизм и идея буквально едет чё поехали попробуем дальше а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дио, собственно, надо расскажи нам, что ты почувствовал, когда приобрел эту машину, почему ты ее сделал именно такой. И скажи еще на такой вопрос, треть. Многие субаристы особенно говорят, что Forrester закончился на SF5, все остальное это Toyota. Ты так считаешь? Я так не считаю. Многие говорят, да. Многие говорят? Я же езжу на SF5, как я могу считать. А что это? Все то же самое, только задняя подвеска чуть не занимает. Много рычажа. Ну, собственно, что по тачке? Мне все устраивает, все отлично. Пригнал из Японии в 2012 году лично для себя. Я, как бы, 7 лет почти езжу, никаких проблем. Ну, естественно, кроме последствий тюнинга. Надо брать. Надо брать. Надо брать. Такой довольный такой, надо брать. Я считаю, нет конкуренции в данном сегменте. Ну, вообще, говорят, да, что кроссовер из кроссоверов, вот Forrester дальше, 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 дальше ничего не придумали. А вот Outback, нет? Ну, это тоже хороший. Тоже интересно, да? Ну, Forrester лучше, мне кажется. Forrester интереснее. Ну, по-моему, да. В плане в том, что он решительно кроссовер, да. Ясно. В общем, какие планы на будущее? Мы сегодня поняли, что 10 сантиметров иногда мало бывает. Иногда, да. Да. Может быть, больше сделаю бодик еще. Ну, лебедка какая-то все, но до сих пор в планах. Надеюсь, когда-нибудь сделаю. Вот, лебедка была бы, было бы хорошо. Хорошо, да. Как говорит Анастасия, скажи мне, блогер, 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 она еще Орел и Решку вела. Как ее зовут? Ивлева. Ивлева. Как говорит Анастасия Ивлева, 10 сантиметров это очень мало, поэтому нужно делать минимум 15-21. Вот, поэтому 15? Не, 15 тоже мало, она говорила, что 15-то мало. От 20. От 20, да. Вот, поэтому от 20 давай надеяться на то, что мы все-таки летом посмотрим на него с лебедкой, да? Летом есть замечательный вариант, кстати, мы хотим сравнить кроссовера, мы хотим сравнить джипа подготовленного, да? И, допустим, взять какую-нибудь, какой-нибудь универсал, либо какой-нибудь фита и прогнать их по одному маршруту. И посмотреть, стоит ли платить деньги. И кроссовер стоковый должен быть? Почему твой? Да. Мы уже нашли кроссовер, почему стоковый? Нормально, да? Ну, у меня как-то считай, эскудоводы стоковые, у них, если лифтануть там на 10 дюймов, это сток. Ну, да, эскудоводы, да, ну да, эскудоводы они такие. Ладно, в общем, с вами были мы, мы раз-два и Дёс. Всем до скорых встреч, пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok